В том, что я все ем и все пью, как Марцвен говорил, что если хочешь сохранить свое здоровье, надо не есть, что ты хочешь, не пить, что ты не любишь. Так о своем секрете здоровья отзывается 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Федор Иванович Горюнов. Старший лейтенант родом из Старомайнского района считает, ему просто повезло вернуться с войны живым и практически здорово. 22 июня 1941 года он застал войну с 16-летним подростком в Димитровграде. 1 января 1943 его призвали на службу в армию. Нас сюда забирают, говорят, в авиацию. Есть школа младших офис-сористов, 65-я Ошмас называлась, окружная школа младших офис-сористов. Вот туда будете учиться на стрелков-радистов. Что это за профессия? Что он там делал? Ничего понятия не имею. Но учились быстро всему? Мы учились быстро. Не было, да, наверное, шансов? Время не было. С темна до темна. А тут стрельбы. Потом надо же было курс молодого бойца. Все это. В совершенстве тогда солдат Федор освоил и азбуку Морзе. Говорит, не все смогли. В августе того же года новоиспеченный стрелок-радист попадает в Казань, где базировался 9-й запасной авиационный полк. В 1944 году в составе пяти экипажей Федор Иванович летит на фронт. За всю войну наш герой совершил 48 боевых вылетов. Принцип какой был? В основном девятками ходили. Три самолета идут впереди, ведущий. Три самолета справа и три самолета сзади слева. Девятка. Истребители уже не имели такого эффекта у них. Потому что у нас истребительная вяза стала превалировать. А я летал все время задом. То есть моя задняя полусфера. Я должен охранять свой экипаж. Потому что только сзади могут в основном подойти к нам и избить. Потому что с прямым ракурсом трудно в лоб попасть. А вот он сзади. А я там с пулеметом сижу. Победу старший лейтенант встретил в 120 километрах от Берлина. 77-ю годовщину победы Великой Отечественной войны в Кёнигсберге. Об этом он рассказал губернатору Алексею Русских, который навестил ветерана в День памяти и скорби. Встретили прекрасно. Вообще устроили мне райскую жизнь. Сколько дней вы там были? Ну всего пять дней. Еще с дорогой. Понятно. Через Москву. На самолете, да? Да. Через Москву. Такая организация волонтерская оказывается у нас. И встречают, и провожают. Сопроводили вас везде, да? Свадебный генерал. Федор Иванович Горюнов награжден орденом Отечественной войны первой и второй степени. Медалями за победу над Германией, за взятие Берлина, за освобождение Праги. Наш телеканал желает ветерану Великой Отечественной войны крепкого здоровья. Трена Талюлова, Данил Сурков, Улправда ТВ.